Так, здравствуйте моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте! Ну, свой аутфит я вам покажу в следующем видео, смотрите в следующем видео, там не только мой аутфит, но еще кое-кто вам передает привет. А сейчас давайте посмотрим, что я купила, чем меня благословили, что у меня есть, меня попросили говорить все, что я приношу в дом, и поскольку, и почем. Ну что ж, поехали, что почем. Так, дорогие мои, сначала курочку, вот такая у меня домашняя курочка, шикарная, видите, это все уже опалено, вот, аккуратно-аккуратно опалили все, все до одной этой. И по мясу, по темному-темному мясу всегда можно домашнее отличить от недомашнего. Это благословение, вот она такая жирная-жирная. Мясо какое, видите, бордового цвета, красно-бордовое. Хорошая-хорошая, вот. Кормит Ленечка ее, это он нас благословил, это, то есть, не покупала, это просто благословение. Меня благословил Господь Бог очень хорошими соседями. Леня выращивает кур, и он кормит их кукурузой, морковкой, яйца такие, желтый желток, желтый-желтый насыщенный. И куры у него такие прямо, я не знаю, мясные-мясные, не мясо, а как, прямо как говяжье мясо. В общем, шикарная у него птица, замечательная. Дальше, ну, дальше я купила сатэ, то есть, курочку сразу говорю, это бесплатно, думаю, хватит мне даже на целую неделю, потому что понедельник я не ем, только мальчишки мои, я им буду делать сатэ с курочкой. Так, что у меня в сатэ? Я беру всегда такое сатэ, тем более, сейчас была скидка, стоит 18 гривен, это значит, где-то около 65 центов. Что сюда входит? Кабачки, баклажаны, морковка, что сюда еще входит? По-моему, еще капусточка, такое. Значит, что здесь? Не входит лук? Лука нет, я купила лук, у меня закончился лук. Лук беру всегда сухой, вот такой вот, чтобы был здесь закрученный, вот, твердый, хороший, вот, и чтобы здесь не прорастал, вот тогда это хороший лук. Взяла, мне много не надо, я на неделю беру, на неделю вот 4 большие хорошие луковицы с головой. И стоит, сейчас я вам скажу, сколько стоит, значит, килограмм 21 гривна. 21 гривна это около 90 центов, мне сказали в доллары переводить, 90 центов. Все, я взяла на 13,35, на 13 гривен, все. Дальше, дальше, конечно же, я ходила за гранатами. Гранаты, вот это удивительно классные гранаты, уже мы несколько штук, два съели. Вот, доедаю этот. Корочки ни в коем случае не выбрасывать, перепонки не выбрасывать. У меня есть видео, посмотрите внимательно, куда я деваю эти корочки. А сыну своему я чищу, потому что ему некогда, гранат шикарный. Именно такой гранат, в тех местах, где я родилась, в Туркменистане, у нас растут именно такие гранаты. Потрясающие, вот они имеют вот такие, вот такой розово-желтый цвет и как бы порепанные. Вот это самый настоящий гранат, хороший, сладкий, прямо как мед, изумительный. Вот это вот наши гранаты, это самые лучшие гранаты, это гранаты, на которых я выросла. И в Азербайджане такие гранаты, и в Иране. Вот турецкие другие гранаты. А Иран, Азербайджан и Туркменистан, вот там именно эти гранаты растут. Бесподобнейшие, огромные, красивые. И вот эта вот порепанность говорит о том, что они очень-очень сладкие. Ну а гранат, это вы знаете, это кровь. Без граната, ну никак, просто никак нельзя. А какие маски гранатовый сок, когда вы добавляете несколько капель. А вот сейчас, сейчас я как раз буду делать гранатовую масочку. Так, ну и килограмм стоит, вот чтобы, вот, килограмм 27,74, 1 доллар килограмм. Все, я взяла почти 2 килограмма, 1,880 килограмм. Дальше, ну дальше я взяла вот такие грисини. Эти грисини у меня сын любит с бульончиком. А тут у меня будет из той курочки домашний. Такой бульон, желтый-желтый, насыщенный. И вот с этими палочками грисини. Что это, это альянские палочки, но делает наш завод украинский. Сейчас я даже скажу, где. Ривненская область, Украина, это мисце Вараш. Кто с этого мисца, отзовитесь. Вообще, кто с Ривненской области. Знаете, здесь очень много трав прованских. Очень много трав. И он поэтому любит с бульончиком. И это лучше, чем мягкий белый хлеб. Ну, я такое не ем, но он ест. И я не люблю, когда он покупает, допустим, там сухарик или еще что-то. И мне это не нравится. Уже лучше пусть с травами вот это кушает. Я привыкла. Либо я выпекаю, когда есть время хлеб. Либо черный берем с высевками. Ну, а вот сынуля мой, ну, а вот эти штучки пластиковые я никогда не выбрасываю. Почему не выбрасываю? Ну, потому что у меня вот мини-огороды. И их уже штук 10. И везде-везде вот проращивается. Все растет. И все это добавляется. Вон у меня уже, смотрите, какие. Видите, какие дела. Микрозелень. Я очень люблю микрозелень. И потом я эту микрозелень в салаты добавляю в разного рода салаты. И вот эту микрозелень. И вот эту. Для тех, кто не знает, или кто только что присоединился, берете морковку, когда готовите. Забираете всю часть. А вот эту никогда не выбрасывайте. Возьмите и положите вот так вот водичку. Только водичку нужно периодически менять. Ну, я каждый день меняю. Брызгать зелень надо, во-первых. Водичку менять внизу. По чуть-чуть. Вот, по чуть-чуть. И она вам скажет спасибо. Посмотрите. Посмотрите. Это у меня штук 10 таких лотков. С разной зеленью и с разными пророщенными злаками. И не только злаками. Так. Ну, на сегодня вот это все, что я купила, мне больше и не надо. Честно вам скажу. У меня все есть. А дальше, дорогие мои, я не забыла зайти в свой любимый магазинчик МакПасе. В прошлый раз я вам показывала, что я купила в этом магазине. В этот раз и позапрошлый показывала. И вот я докупила. Сейчас будем сравнивать. У меня проект. Это мне нужно для проекта. Итак, что же я купила для проекта? Кстати, вот это вот все мой проект ждет. Вымытый, чистенький. И ждет обработки. Вот такая всякая красота. Посмотрите, ну прямо как камни. Просто как камни. Посмотрите на этот перламутр. А вот теперь представьте вот этот перламутр. Посмотрите. Просто как камни. Когда он будет отшлифованный. Шлифанем его. Вскроем лаком. И представьте, как это будет смотреться на теле. Ну, в общем, увидите мой проект. Поскольку я еще дизайнерской работой занимаюсь, то представьте, как вот эта красота натуральная будет смотреться на шеи. Просто супер. Но шлифанем потом увидите. Дальше. Ну вот, посмотрите, что у меня. Всякие такие богатства. Кстати, вот такое вот морское стеклышко. Кто-то бросает стекла на море. Море шлифует эти стекла. Получается вот такое мутное, красивое стеклышко. Тоже увидите, что получится. Вот такое синенькое. Но оно тоже уже вот здесь вот везде шлифануло море. То есть им не обрежешься. А вот тут вот оно не помутнело. Оно еще все равно выглядит стеклом. Но зато не обрежешься. В общем, посмотрим, что мы из него тоже на море нашли. Дальше. Ну, а здесь королевки. Королевки просто бесподобнейшие. Потому что специально подбирала. С вами ходила, выгуливалась, бегала. Когда бежишь, ну вот как можно пройти мимо вот такой вот раковины. Ну вот как можно мимо вот этой красоты пройти. Никак. Вот. Они у меня уже высохли. Я их помыла. Все. И потом посмотрите, что у нас получится. Что из этого выйдет. Из этой красоты. Вот. Представьте. Сейчас. А вот это вот. Посмотрите. Ну, ногти. Просто ногти. Накладные. Сейчас мы наложим. Вот так. Все. Ну, вот что за раковина. Такая интересная. Просто красота. Вам нужна палочка для кофе? Чтобы помешать. Пожалуйста. Готово. Натуральная. Натуральная палочка для кофе. Так. Посмотрите. Какие шикарные. Прямо на ладони. Но их все нужно шлифануть. Вот эти вот старинные мне они нравятся. Они смотрятся уже как камень. А если их шлифануть красиво, то это будет что-то нечто потрясающее. А вот эту вот нашла. Цвет. Вы посмотрите на эту королевку. На ее цвет. Это цвет бесподобный. Я не знаю, передает камера. Нет. Прямо оранжевая-оранжевая. Это ведь не крашеная. Это она сама такая. Я хочу вот цвета как раз оставить такие, какие они есть. Потому что вот посмотрите. Цвет. Просто отпад. Камень. И посмотрите, как переливается это все. А если это все шлифануть? Я сейчас смотрю на эту технику шлифовки камней. Техника шлифовки морских вот этих всех творений. Посмотрите, какой цвет. Ну, жалко, не передаст камера, наверное. Бурый. Буро-бордовый. Вот такой какой-то. А если это все шлифануть, это так красиво смотрится. И я сейчас ищу где купить вот этот вот специальный аппарат. Ну, и дырочки. Мне нужно делать дырочки на них тоже. Дрель. Микро. Специальная дрель для таких вот вещей. И будем делать, будем делать всякие штуки. А вот посмотрите, внутри ракушки уже растут другие ракушки. Не знаю, не знаю, как можно не благодарить Бога за все то, что Он нам дает. Вот, вот эти вот плоские, бесподобнейшие. Просто камень. Вот просто натуральный камень. И это ведь не покрашены, ничего. Это вот помытые. Просто помытые, сухие, высушенные. Вот они какие. Ну, муж у меня смотрит, делать тебе нечего. Я говорю, ну, кому что? У кого что? А у меня вот то. А вот эти вот маленькие. Рапанчики. Малюсенькие, малюсенькие. Ну, и уже с дырочками есть. Вот, посмотрите. Вот такие прям уже готовенькие какие-то. Из этих камней будем делать что-то. Ну, в общем, увидите. Это все я готовлю для проекта. Даже вот этот вот лом. Лом. Вот, видите? Вот этот лом мне нужен. Вот этот перламутр мне нужен. Это все-все мне очень даже нужно. Вот этот весь лом. Все это мне нужно. Увидите. А потом оцените и скажите. И вот к этому своему проекту я купила... Нет, это в прошлый раз я купила. А в этот раз вот она. Давайте посмотрим. Так. Вот такие вот заготовочки. Заготовочки. Пока отложу. Вот такой вот бисер. Это все в магазине Мампасе. Посмотрите. Хамелеон. В прошлый раз у меня был хамелеон вот такой. Видите? Светлый. А в этот раз морской прям. Вот такой. Чуть темнее. Это я все в этом Мампасе своем. Но это не реклама ни в коем случае. Есть намного лучше магазины. Просто мне некогда идти. Так. Вот тут вот у нас на Днепровском в Теремке еще лучше выбор. Просто вот до Теремка мне некогда. Туда мы заскочили. Вот такой вот купила бисер. Это прямо золотой. Золотой с красноватым отливом. Это крупный. Это очень крупный бисер. Это не мелкий. Дальше. Купила вот такие жемчужинки. Но это не бисер. Это не бисер. Это наполовинку они жемчужинки. Потом увидите, что я буду делать. Еще я купила бисер тоже. Вот такой. Вот тоже крупняк. Белый перламутровый бисер. Дальше. Это все для проекта. Еще купила вот такие вот штучки, заготовочки мне нужны. Были. Несколько штук. И посмотрите в этот раз, какой у меня глиттер. Ах, голографичный. Голографик. Это не только для проекта. Вот такой голографический. Вот такой голографик, глиттер я беру. Это называется мокрый асфальт. Я его беру для всяких разных работ. И в том числе для лаков. Когда на какой-то праздник. Ну, например, впереди у нас что? 14 февраля, день святого Валентина. День влюбленных. Вот можно сделать один пальчик какой-то вот и добавить туда немножко вот такого глиттера. Ну и, конечно же, для проекта. У меня их уже много. У меня и такой. Это для проекта. И такой для проекта. И такой вот для проекта. Так, посмотрите, какая красота. Вот. Еще один есть. Но его здесь нету. Это я в прошлые покупки вам показывала. А сейчас... Вот, посмотрите, вот этот прямо на морской цвет. Ну, а сейчас вот этот голографик. Вообще необыкновенный. Так, дальше. Еще что-то я знаю. Да, еще подвесочки. Вот такие. Здесь черепашки. Вот они черепашки. Вот они слоники. Бабочки. Вот такие подвески купила. В общем, увидите. Будем дизайном заниматься. И вот такую купила подвесочку одну. Потом вы увидите, для чего. В общем-то и все. Да. Это то, что мне необходимо было, не хватало. Все. На сегодня все, дорогие мои. К проекту я готова. Ну, не совсем. Еще кое-что нужно. Ну, а я вас всех люблю. Будьте благословенны. Вы и ваши близкие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.